Приветствую вас! На ваших экранах прикольные экономические новости уже за 20 июля 2020 года. Лето идет на убыль. А в этом выпуске прикольных экономических новостей поговорим про курс. Ну вы же любите про курсарина говорить. Про тарифы, ну как же без тарифов. Пару слов скажем про сельское хозяйство и даже про работу. Все, как говорится, по-демножку. Итак, первая прикольная экономическая новость. Хотя, скорее всего, она, не знаю, прикольная или не прикольная. Год работы Верховной Рады. Ну, соответственно, Разумков провел пресс-конференцию, похвалил, рассказал. Бросил, как бы сказать, клич. Вперед! Ну, что вам скажу. Да, действительно, работали много, приняли много законов. Могите ругать, можете фалить. Ну, бог свидетельствует, вы знаете, я противник большого количества принятия законов. Я все говорил и говорю, лучше бы они ничего вообще не принимали. Старину не рушить. Но они так не думают, по этой причине принимают, принимают и так дальше. Но не все эти законы работают. Ну, и теперь, самая главная новость, которую вы ждете с нетерпением, что же будет с курсом. Если помните, на прошлой неделе я сказал, вот эта вот неделя покажет, все-таки, какая будет политика, ну, нового руководителя Нацбанка. Смотрите, сегодня, точнее, понедельник, наблюдается девальвация гривны на Межбанке. На Межбанке курс уже, что называется, пробил 27,6, растет вверх, 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 вверх и девальвация. Нацбанк вышел с интервенцией. Вышел. Но я бы сказал так, с вяленькой интервенцией. Фактически он радикально ничего не поменял. Но, и действительно, мы наблюдаем девальвация. Сразу скажем, почему. Есть два фактора. Первый фактор. Да, нерезиденты продают ОВГЗ и скупают доллары. Ну, вот если посмотреть пятницу прошлой недели, на полмиллиарда госбанки купили в нерезидентах гривневые ОВГЗ. И сегодня эти полмиллиарда тратят на покупку валюты. Это есть. Может ли новый критерингу это прекратить? Может, может, может. А может и не прекратить? В моем случае, вот этот сигнал, что, ну, в принципе, он это позволяет. Еще один фактор, почему сегодня девальвация. Завтра будет аукцион Минфина, будет продавать валютные ОВГЗ. Скорее всего, госбанки будут их покупать. По этой причине, сегодня госбанки активно скупают валюты. И курс... Соответственно. Ну что, сигнал на девальвацию? Да. Сигналы, ну, сегодня, то, что мы видим. Но мы можем сказать, да. Новый руководитель Национального банка нацелит на девальвацию гривны. Потому что выход с интервенции очень слабый. Фактически, он не сбил. Фактически, ну, скажем так, он позволил продолжать девальвацию. Вот такая ситуация. Смотрим дальше. Ну, сегодня, да. Кирилл Шевченко нацелит на девальвацию. Хотите, то не хотите, но я вам просто, как сказать, рамеси говорю. Но можно, я говорю, можно развернуть в другую сторону. Можно, можно. Сразу говорю, но есть другие мнения. А теперь новость, связанная с тарифами. С 1 июля пересмотрели расценки на транзит газа. И снизили их на 6%. Еще раз хочу напомнить, что у нас теперь, как в Европе, отдельно вы покупаете газ в оператора, и отдельно вы платите за транспортировку. Классический вариант, абсолютно классический. И в рамках этого варианта, действительно, транспортировка снизилась. Ну, слабовато. На 6%, но, чтобы правильно помнить, на сегодняшний момент транспортировка газа вам обходится где-то 2 гривны. 2 гривны с копеечек. За 1 копий, как вы догадываетесь. Ну, а остальное вы платите за сам газ. В принципе, это классическая схема. Но я бы, конечно, хотел бы, чтобы было бы... Чтобы можно было выбирать. Чтобы можно было больше, больше, больше выбирать. Скажем так, покупать в 1, 2, 3. Так что, в принципе, снизили. Но, опять же, лето. Что же быть зимой? Что зимой? А теперь вторая новость. В принципе, она как бы старая. Опять же, тарифы, опять же, транспортировка электроэнергии. Тарифы на транспортировку электроэнергии выросли. Причем очень много, на 50%. Опять же, обращаю ваше внимание. Не путайте транспортировку и то, что вы как бы платите за электроэнергии. Это две платежки, две разные структуры. Выросли как бы много, но не сильно много. Смотрите, на сегодняшний момент, после того, когда повысили тарифы на транспортировку электроэнергии, вы будете платить 386 гривен. Теперь не пугайтесь. Вот мегаватта, ну, вряд ли вы мегаватт электроэнергии за месяц потребляете. Ну, не поверю. Не поверю. Ну, честно, это тысяча киловатт. Вы что? Вы что, столько электроэнергии? Да нет, конечно. Не, я понимаю, что может кто-то там сделать такой подпольный заводик, тогда будет мегаватт. А если обычная квартира, если обычная квартира, где-то вам придется 30, даже меньше, чем 30, да, 30 гривен, где-то так. То есть, и то, что, ну, было, чтобы вы правильно поняли, там действительно повысили на 50%, но если пересчитать, там повышение небольшое. Честно говорю, небольшое, грубо говоря, если раньше платили вы там 38, сейчас будет 34 гривны. Честное слово, ребята, ну, это, 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 вот электроэнергия, да. Вот тут 500, 600, ну, это, вот это да. Но пока там ничего не имеется. Смотрите, какая ситуация. На сегодняшний день, я так понимаю, что будут, будут повышать тарифы за транспортировку. Потому что, когда вот в недореале, вы просто никогда внимательно не слышали, то там было сказано, что тарифы за транспортировку энергетических ресурсов, электронереказа будут приведены в соответствии с европейскими стандартами. Ну, там есть немножко нюанс такой забавный. Считается, что если их сделать рыночными, привести, в результате компании, которые занимаются транспортировкой, электронереказа будут внедрять энергосберегающие технологии, привлекать зарубежные гранты, кредиты. И тогда будет за счет энергоэффективности тарифы на транспортировку снижаться. И даже заявили с 2021 года. Чепуха осталась, потому что, конечно, забавные новости. Но теоретически, да. Теоретически, да. Действительно, когда в Привалтике внедрили вот эту систему, там очень были высокие тарифы на транспортировку, сейчас ниже. Такое есть. Что ж, помечтаем, помечтаем. Обращаю еще раз ваше внимание, тот, кто транспортирует, он монополист. Ну, там есть определенные. А кто продает, это разные компании. Это не обязательно. Это может быть разные компании. Они могут купить вот два, вдруг вот эти. Поняли? Поняли. Молодцы. А теперь новость, которая не может не порадовать. Это Пенсионный фонд Украины заявил, что они четко посчитали, что на конец года средняя пенсия в Украине будет как минимум 3,5 тысячи гривен. Мало? Чертовски мало. Сейчас она еще меньше. Она сейчас приблизительно 3,1 тысячи сто. Но говорят, вырастет, вырастет. Причем, посмотрите, какая ситуация. Она растет прежде всего за счет новых пенсионеров. Ну, если вы знаете, если идет на пенсию, вам пенсию рассчитываете старые зарплаты. Так как средняя зарплата сейчас около 12 тысяч гривен. Ну, хорошо, 10 тысяч гривен. Вам считают с 10 тысяч. С 10 тысяч 40 процентов, ну, кое-что. Понятно, что в очень ужасном состоянии те, кто давно выходил на пенсию. Ну, как было полторы. Ну, то есть, мать, что получилось. Ему пересчитали тогда. И сейчас его платят там 2 тысячи. А то и полторы тысячи. Говорит, ну, все же по честному. Как по честному? Ну, что такое сейчас 2 тысячи гривен? Да ничто. 6 тысяч? Ну, еще кое-что. Так что, вот такая вот ситуация. Ну, раз говорил, еще раз говорю, ребята, ребята, не надейтесь. Ну, честная слуха. Тем более, опять же, новость, что дефицит пенсионного фонда вырос на дополнительно 3,5 миллиарда гривен, чтобы вот сейчас выплатили эту пенсию. Это без конца крайне. Это будет без конца крайне. Это без конца крайне. Это родовость не может не радовать. Ну, конечно, вы знаете, я люблю время от времени пошутить. Это в таком же варианте. Смотрите. На сегодняшний момент, как вы сами знаете, колоссальное количество различных сайтов помогает искать работу. Да. И вот один сайт проанализировал, ну, как бы, заявление. Ну, значит так, вакансии плюс резюме. Ну, проанализировал. И в результате сделал некий такой вывод. Что больше всего еще? То есть, вот вы нажали, кликнули, хоп-хоп, хоп-хоп, почитать. Ну, это же не зло. Тем более, если у вас сайт. Еще раз говорю, это анализ сайта. То есть, это не анализ всей Украины. Какой работы больше ищут? Конечно, Польша. То есть, грубо говоря, если искать из них не процентов, 70% потенциальных. Ну, и размещают в Библии, например, ищут работу. Ищут. Польша, Польша, Польша. Россия, ищут, спорить не буду. Сейчас, сейчас, сейчас скажу. Ой, как мало. То есть, в России ищут работу вся на 4%. Чехии больше. Чехии 7%. Ну, ищут Литва, Белоруссия, Германия. Ну, и другие страны. То есть, грубо говоря, я понял. Польша на первом месте. Чуть-чуть Россия. Чуть-чуть Чехия. Ну, как чуть-чуть. Потому что, поймите, в Польше на сегодняшний момент самые лучшие условия для работы. Можно работать без трудовой визы. В Чехии нельзя. В Германии нельзя. В Литве нельзя. В России можно осмысливать. Опять же, эффект зарплаты. Исходя, опять же, с объявлений. Давайте на то, пожалуйста. Смотрите, средняя зарплата, которую предлагают Польша. Опять же, средняя, ребят. 8 тысяч евро. 8 тысяч евро. Я понимаю, что вы скажете. Да нет, да что, да как. Опять же, это объявление, ребят. Это объявление. Я понимаю, что вы скажете. Не, не, не. Цифра должна быть другая. Я не спорю. Потому что, в принципе, считается, что Польша может заработать 1000 евро. Наверное, может. Но в объявлении почему такая цифра. Не понимаю, честно. Но, опять же, вы сами понимаете. Объявление с объявлением. Но, то, что действительно больше всего кликают на поиск работы. Польша, что есть, то есть. Ну, я много раз говорил. Смотрите, если у нас средняя зарплата действительно будет 500 евро. 100 евро. А лучше, конечно, даже 600 евро. Большое. Ну, тогда действительно количество людей, которые есть на заработку в Польшу меньше. Потому что 1000 евро в Польше, это минус налоги. Это будет ваших 500-600 евро в Украине. Ну, и минус проживая. Но, пока что. Пока что, ну, можете по-разному считать. Около 300 евро. Даже меньше. Сейчас курс. Видите, как пошел. Так. А теперь еще такая интересная информация. Смотрите. Есть, ну, оценивает потребительское настроение украинцев. Для этого делают исследования, расчеты. Есть даже такая компания, которая, ну, она довольно часто это делает. Почему это делает? Ну, плюс все, это заказы и дают работодатели. Плюс заказы дают торговые сети. Плюс заказы дают, ну, как бы, разные аналитики. Чтобы, скорее, за это посмотреть, в каком состоянии это все находится. И что получается? Индекс потребительского настроения в Украине за июнь 2020 года составил 65%. Плохо, очень плохо. Он упал на 11%. Как вы не догадываетесь, больше 100. Хорошо. Меньше плохо. Соответственно, вопрос о безработице. 153%. То есть, грубо говоря, вот здесь хуже. То есть, безработица это проблема. Большая проблема и она растет. Там еще на 4 пункта выросло. То есть, грубо говоря, люди считают, что безработица растет. В результате они не склонны делать покупки. Ну, вот индекс потребительского настроения меньше 100%. Это, говорят, не склонны делать покупки. Задали вопрос, ожидают ли они инфляции. Ожидают 183%. То есть, грубо говоря, 200% это все. Ну, смотри, что вы правильно поняли. Делаем вопрос. Если кто-то за, кто против. 200% это все. Хоп. Или все против. Или ноль. Это все против. Понимаете? Но если 173%, то, говорит, большая часть не есть. Если оптимист говорит, нет, не будет инфляции. Большая часть будет. Ну, соответственно, как вы догадываетесь, тут же перехлест идет по девальвации. 42%, 142%, прошу прощения. Ждут девальвации. Я ж много раз говорил, нельзя делать девальвации. Нельзя. Плохо. Так что такая ситуация. Безработица. Плохо. Рост цен. Плохо. Девальвация. Плохо. И, как результат, народ вредный не хочет. Ну, не хочет ничего покупать. Жадина, а не народ. Новость чисто официальная. У нас упало производство сельского хозяйства. И тут же сразу, как бы, объяснять. Причина связана с природным условием. Ну, частично согласен. Частично согласен, не спорю. Ну, вы помните, зима была не снежная. Потом получилось, что в мае довольно много дождей. Тогда же частично полностью. Ну, что есть-то есть. Но, в принципе, карантин, ребята. Потому что, вообще, если посмотреть, самое большое падение. Самое большое падение у нас наблюдалось апрель и май. Если взять по месяцам. А в целом, ну, я бы не сказал, что критично. Больше 2% падения в сельскохозяйственном производстве. Вот такая вот ситуация. Но, опять же, не переживайте. Не, ну, смотрите, какая ситуация. Растеневодство падения за первые полугодия. Это такой, действительно, неважно. Чисто фактор, как считать. Потому что, если начинается раньше весна или позже, это это играет. Вообще, по большому счету, многие аналитики считают, что по итогам этого года, да, урожая будет меньше. Чем в прошлом году, ну, незначительно. Меньше, в принципе. Некоторые называют, что если в том году было 78 миллионов, это будет 75-73. Ну, это не критично, честно говоря. Ну, посмотрим, что же полугодия такое прошло. Ну, то, что сельскохозяйственное производство из-за карантина, прежде всего, снизилось. Это важно. Ну, понимаете, если нормально люди могли ездить на заработки, ну, что вы хотите, честно говоря. Ну, и плюс, опять же, народ покупает, не покупает, че. А теперь вот новость по поводу, кто молоком занимается. Цена, закупоченная цена на молоко выросла на 6 копеек. Да, да, действительно. Ну, понимаете, какая ситуация? Кто занимается молоком, продает, говорит, цены очень низкие, цены согласен, согласен. Кто покупает, говорит, цены очень высокие, цены очень высокие, цены очень высокие. Мать какая ситуация, ребята. Для того, чтобы цены на молоко были высокие, ну, их покупали, она чтоб был сбит. Были времена, была хорошая цепочка. Покупали молоко, да, качество прошивенького перерабатывали, делали твердые сыры, поставляли в Россию. Часто это не работает. Это причиняет, да, покупают молоко, перерабатывают, делают сухое молоко и поставляют в Бангладеш, Индию. Нет, сухое молоко много покупают, но ориентарность поменьше. По этой причине спрос на молоко, к сожалению, невысокий. По этой причине, ну, цены немножко выросли, видите, на 6 копеек. Что такое, ведь? Ну, не модно на 60 копеек выросли, куда молоко делать? Ну, купили я это дорого молоко, что дальше? Твердые сыры производили, ну, кому продавать? В Европе нереально, она перегружена. В Китае такие сыры, которые мы кушаем, не кушает. Ну, что, хватит вам про экономику, а теперь про историю. Люблю такие новости, люблю. 20 июля 1651 года в Чергине Банан-Хмельницкий начал переговоры с послами Великой Османской империи, по поводу военно-сотрудничества и прозглашения протектората Османской империи на территории Геннича. Да, такие переговоры велись, обращение на 1650-е. Но, если помните, Переясловская рада была позже. Переговоры велись, даже есть текст, что просил Богдан-Хмельницкий и, ну, как бы, что просили турецкие послы. Предполагался вариант, что-то наподобие вассальной зависимости, как это, ну, Молдавии или Валахии. То есть, полная автономия, ну, как бы, Богдан-Хмельницкий был, так и остается. Он принимает решения, налоговая система, соответственно, местная. Что же турецкие? Турецкий гарнизон стоит только в некоторых украинских городах. При этом Банахий-Хмельницкий при внешних переговорах должен был согласовываться действия из Османской империи. И выборы Геттмана избираются, соответственно, в Украине старшиной, а утверждает непосредственно выборы турецких солдат. Такая была предварительная договоренность. Не договорились. Ну, там, часть старейшины была против, плюс, опять же, и турки хотели больше. Они хотели не только. Грубо говоря, аргизоны, они требовали, соответственно, возможности создания турецких поселений. То есть, грубо говоря, внедрение, как бы, другой. Бой, конечно, на это не пошли. Так что, ну, переговоры были. Были. Так что, все эти вот приняли то решение. И история мировая развилась по-другому. Такая ситуация. Но развивалась, как развивалась. А пока что, на этом прикольные киновические новости закончились. Начинается летняя неделя. Очень жарко. Ну, это же лет. До свидания.